Вы знали, что эти крылатые фразы пришли к нам из Библии? Козел отпущения. Козлом отпущения называют человека, который отвечает за промахи и ошибки других. В Ветхом Завете описывается, как на живого козла образно были возлагаемы грехи израильтян. Затем его выгоняли в пустыню. Так козел уносил грехи, и они были отпущены. Содом и Гамора. Содомом и Гаморой называют человеческую распущенность. Эти города, как известно из Библии, Бог уничтожил за развращенность их жителей. Камня на камне не оставить. Используют эту фразу, говоря о чем-то, что должно быть уничтожено до основания. Так выразился Иисус Христос, когда пророчествовал о разрушении Иерусалима. Пророчество сбылось спустя 70 лет после его распятия. Дословно фраза звучала «Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Первым бросить камень. Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Слова Иисуса Христа в ответ на искушение книжников и фарисеев, приведших к нему женщину, уличенную в прелюбодеянии, смысл которых «Не имеет морального права человек осуждать другого, если сам грешен». «В поте лица». Эта фраза используется в случаях, когда что-то зарабатывается тяжелым трудом. Корни этого крылатого выражения находим в Библии. Так в книге Бытия Бог сказал Адаму, изгнав его из рая. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Продать за чечевичную похлебку. Поступиться чем-либо важным ради мелкой выгоды. Исаф, старший сыновей библейского патриарха Исаака, будучи голодным и уставшим, продал младшему брату Иакову право своего первородства за чечевичную похлебку. Фома неверующий. Так обычно называют человека, который во всем сомневается. Это высказывание об апостоле Фоме, который не сразу поверил в воскресение Иисуса Христа. Он сказал, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Это минутное сомнение, Фома искупил всей своей жизнью и смертью за веру. Внести свою лепту. Так говорят, когда принимают в чем-то, не обязательно связанном с финансами, посильное участие. Вообще, лепта – это медная монетка. В Евангелиях мы читаем о том, как одна бедная вдова пожертвовала в храме всего лишь две лепты. Однако это было ценнее щедрых пожертвований знати, поскольку она отдала все, что у нее было. Кто не работает, тот не ест. Искажение этой фразы нам известно из советского фильма «Операция И» и другие приключения Шурика. А написал такое повеление апостол Павел в своем послании к Фессалоникийской церкви «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».